Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Природа Будущего. Я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами вместе посадить огурцы. Рассаду мы с вами вырастили, так что самое время сажать. Но прежде чем приступить к посадке, хочу объявить розыгрыш призов. Под этим роликом нужно будет оставить комментарий. И, друзья, в розыгрыше примут участие исключительно только подписчики канала. Обязательно нужно быть подписчиком, нужно прокомментировать ролик и участвовать, конечно. Друзья, давайте теперь посмотрим, что входит в этот набор. Гуматаммония. Сейчас это нужная вещь. Наши растения все посадили, будем гуматаммонием поливать. Это драгоценный азот, который дает азот растениям, которые быстро-быстро усваиваются. То есть здесь азот в доступной форме. Гумат калия. На основе его будем делать различные коктейльчики, различные добавки. И будем кормить растения. Прекрасный серебромедин. Защита от болезней. Посмотрите, целая бутылочка серебромедина. Суспензии хлореллы. Хлореллы сейчас тоже спостребованные вещи. Сейчас будем проливать все, без исключения пересаженное. Дальше. Растабион. В принципе, растабион это сейчас более концентрированный препарат. Заменитель хлореллы. Посмотрите, они даже похожи по этому. Но здесь производитель гарантирует нам высокое качество. Так, ну и экстракт хвои. Хвоя. На основе этого экстракта мы будем с вами готовить различные препараты, которые будут защищать растения от вредителей. Экстракт хвои очень не нравится вредителям. Дальше. Сапропель. Сапропель. Ну, это, скажем так, вся таблица Менделеева в одном мешочке. Вот такой набор. Ну и диатомид. Диатомид это кремний природный, доступный. Плюс еще защита от вредителей. В частности, от слезняков. Не любят они его. Он такой немножко царапающий, такой жесткий. И приклеивается, когда прилипает к слезнякам. И слезняки забирают из слезняков влагу. Все. И слезняки умирают. Корзинка это моя, друзья. Корзинка не входит на вор. Так, все подробности, если вдруг что-то забудете, в описании, сразу же под роликом. Теперь пойдемте сажать огурцы. Итак, огурцы у нас уже подросли. Огурцы, кстати, можно сажать семенами, можно сажать рассадой. Можно прямым посевом в грунт. Друзья, температура почвы, когда мы можем высаживать рассаду, должна держаться в диапазоне 20 градусов, а лучше даже чуть-чуть выше. Уже тогда можно высаживать рассаду. Прежде чем приступить к посадке рассады нашей, обязательно подготовьте почву-смесь. Желательно за несколько дней пролить ее любыми биологическими фунгицидами. Это могут быть и фитоспорины, это могут быть комплекс БТУ, микохелп, фитохелп. Пожалуйста. Если у вас на вашем участке, на котором вы планируете высаживать огурцы, было много сорных растений, я рекомендую вам за 2 недели, ну, 10 дней, пролить супергумификатором. Он поможет разложить все вот эти ненужные корешки, которые остались в почве, все без остатка. И у вас уже, соответственно, грядка будет защищена от возникновения сорняков. Так, это способ уже проверенный, достаточно хороший. После этого, как у вас грядка выставила 2 недели, можно приступать к самому посадке огурцов. Итак, я вам сегодня поделюсь своим методом, который я больше всего люблю, и из года в год его и использую, и мне очень нравится результат. Я вырываю лункой где-то, ну, скажем так, литра 3 из лунки я вынимаю почву. Дальше я на дно кладу хорошую горсть травы. Дальше я ее присыпаю землей. Хорошо проливаю. Ставлю мой огурчик. Так, ставлю огурчик. Дальше беру компост или же покупной. Вот у меня здесь сейчас покупной свой уже закончился. Дальше хорошую горсть покупного компоста. Если у вас есть хорошо перепревший свой компост, отлично. Если есть хорошо перепревший навоз, пожалуйста, или его. Ну, или-или, все вместе не надо, потому что огурцы очень четко реагируют на засоление грунта, поэтому лишнее количество солей точно в корневой зоне не нужно. Дальше я вот эту почву-смесь вот здесь же перемешиваю с земелькой и засыпаю вот сюда к огурцу. Все. Делаю поливочную лунку. Дальше я проливаю почву. Хорошо. И еще раз замульчирую. Особенно, если у вас жаркая погода, вот как у нас. У нас сейчас на термометре 34 градуса. У меня даже язык уже заплетается от такой жары. Все. Замульчировали. Обязательно притяните грядку, потому что огурцы очень нежные и сразу погорят у вас на солнце. И, друзья, следите за влажностью почвы. Почва не должна пересыхать. После того, как огурец начнет разворачивать третий, четвертый листик, я ему добавлю питание в виде сброженной травы, которую я сделаю сейчас буквально. Она мне простоит 10 дней. Это будет сброженная трава, крапива. В нее потом добавлю различные добавки и пролью свои огурцы. Огурцы после такой сброженной травы растут просто прекрасно. Если вам нужен ролик такой про сброженную траву, про зеленые удобрения, я сделаю такой ролик на канал. Так, друзья, и еще один способ вам покажу. Посадка семенами в открытый грунт. Потому что весна в этом году, несмотря на то, что у нас началась достаточно поздно, но вступила вправо, она достаточно резко и сильно. Итак, если вы планируете высадку с семенами, смотрите, что мы должны сделать. Я точно так же на дно лунки складываю хорошую горсть травы. Дальше я присыпаю землей. Все. Землю я немножко смешиваю с биогумусом, или же с компостом, или с навозом. Вот так. Все хорошо здесь перемешиваю. Добавляю еще землички, чтобы у меня здесь все равномерно перемешалось. И высеваю семена. Смотрите, на одну лунку я всегда выкладываю 2-3 семечка. Глубина заделки у нас 2 см, не больше. После этого я их хорошо так распределяю. Когда они взойдут, я их лишнее удалю. После этого присыпаю чистой землей. Немножко вот так вот трамбовываю, проливаю. В общем-то и все. Посев завершен. После того, как семена мне взойдут, я оставлю один самый сильный росток, остальные удалю. И кормление огурцов при таком размножении я начинаю на стадии одного настоящего листика, а второй, когда вот такой будет, уже начинает разворачиваться. Вот я приступлю к кормлению сразу же огурцов. Тот же самый зеленый травой. Так что, друзья мои, вот такой экспресс-метод я вам сегодня показала. Он достаточно быстрый. Самое главное, накосить траву. Но сейчас травы много, газоны растут хорошо, так что любая трава годится. Конечно, самое питательное это, если у вас здесь будет составить крапивы. Но в принципе, любая трава с газона годится. Главное, чтобы в засудах не попали семена. Но у нас семян еще нет, поэтому все получится у нас хорошо. Все, я прощаюсь с вами и до новых встреч. Я надеюсь, что мой ролик вам был полезен.